Всем привет, дорогие любители интернет-шоппинга! Пришел еще один пакетик из Китая, на этот раз с магазина GearBest. Мы заказали экшн-камеру SG-CAM5000X. Основное отличие этой камеры от всех пятитысячных в этой серии, это, если верить официальному сайту, изменяемый угол обзора от 70 до 170 градусов, конкретно 70, 110, 140, 170. Поддержка интерполированного 4К, 24 кадра в секунду. Вот, смотрите, GearBest пристал какую-то бумажку. Запись 2К в 30 кадров в секунду, стабилизация, гиростабилизация и slow motion 2, 4 и 8 кратный. Так, ну, в общем-то, вот пришла камера, как вы видите, то, что заказывали. Во всяком случае, на упаковке написано SG-CAM-SG5000X Elite. Ну и давайте сразу посмотрим характеристики. Они указаны на коробочке. Это сенсор Sony 12,4 Мп, изменяемый угол. Вот здесь указано, скажем так, качество захвата картинки 12,4, 10,8 и так далее. 4К, 24 кадра в секунду интерполированная, 2К, 30 кадра в секунду и Full HD 60 кадров в секунду. Пишет в MOV MP4 900 мАч батарейка, USB 0, HDMI, Wi-Fi. Что ж, давайте распакуем, распакуем и посмотрим на нее, посмотрим на комплектацию. Ну, а потом, конечно, выскочим на тесты. Я попробую поснимать, посмотреть, как же работает стабилизация, как она снимает ночью, днем. Конечно же, хочется поснимать в 4К и в 2К, но в формате этого ролика не получится. Этот ролик будет Full HD, а отдельно я, наверное, в следующем видео на канале добавлю видео в 2К и в 4К. Так, ну так, сама камера, да, ее видно, и две какие-то коробочки, посмотрим, что. А, так, вот так это все. Упс, камера, камера, так, аккуратно, камера. Вот такая крышечка тут есть. Так, USB зарядка, шнурок, это понятно. Крышечка на объектив защитная, я так понимаю, она вот так гнется вся такая мягенькая. 3М наклейки, чтобы наклеить куда-нибудь камеру. Это сейчас посмотрю ремешок, по всей видимости. Так, да, два ремешка. Честно сказать, с экшн-камерами я имею дело в Перуе. Вот никогда не заказывал, еще одна ко мне идет, надеюсь, дойдет. Она идет уже в 100 какой-то день, продавец вернул деньги, она идет с Алиэкспресс. Это, напоминаю, с Гербеста. Кстати, очень быстро дошла, всего, по-моему, 12 или 14 дней. Так, ну и посмотрим. Вот так я, наверное, все распакую сейчас по-быстренькому. А мы потом посмотрим, что для чего нужно. Ну, во всяком случае, я буду предполагать, а вы, если что, в комментах можете сказать, нет, чувак, ты был не прав, это нужно не для этого. Так, ну вот, в общем-то, я все распаковал. Коробочку мы, наверное, отложим в сторону. Как вы видите, в комплекте пришли наклеечки, они остались в коробочке. Микрофибра, протирать камеру, ну и, видимо, сам объектив. И книжечка, книжечка с инструкцией, да, с инструкцией. Кстати, может быть, в инструкции показано, что для чего нужно. Да, ну вот так вот есть сама камера, описание ее, функции основных. Вот такая вот комплектация нарисована. Ну, в общем-то, что нам инструкция, мы же русские люди. Сейчас мы так попробуем разобраться. Вот это, я так сразу понимаю, это какой-то защитный экранчик. Скорее всего, он крепится вот здесь, да, какое-то подобие уже есть. То ли запасной, то ли еще один. Ну, вот так вот, да, вот он прикреплен, этот экранчик. Положим его пока сюда. Ну, и наборы разных, как вы видите, фитингов. На самом деле, ну, вот просто, вот это я, да, предполагаю. Закрепляем камеру и вот такой вот прищепочкой куда-нибудь ее ставим. Вот эти вот штуки, штуки разные. Даже вот, честно сказать, ну, вот сюда видно, что вот сюда это все дело крепится. Для чего их столько много, понятия не имею. Может быть, что-то типа запасных, не знаю. Ну, и вот такое вот крепление тоже вроде понятно. Можно вот так вот сюда закрепить, да, и на какую-нибудь, я так понимаю, трубу на велосипед. Кстати, да, на велосипед повесить, это на велосипед. Я догадался. Я догадался. Вот это, я так понимаю, просто какая-то стоечка. Ну, можно куда-то ее защелкнуть. Вот сюда, по всей видимости. Так, волнуюсь, извините, не соображаю, куда это все. Такое ощущение, что вот сюда это все. Нет, сюда, наверное, вот это. Да, вот она же сюда крепится. И она же вот, по-моему, вторая, вот точно такая же половинка. Да, точно такая же половинка. Но как закрепить? Они что-то так натужно идут. Камеру заказали другом. Другу друг будет расстроен, если до него дойдут какие-нибудь ошметки вместо... Да, вот закрепляется, налазит. Посмотрите, вот сюда налазит. Вот так вот можно закрепить. Все закрепили. Поставили камеру. Вот таким образом прилепили куда-нибудь, я так понимаю. Да, вот наклеечка есть. В автомобильчик прилепили. Поехали. Ну, в общем-то, фитинги есть. Я знаю, что отдельно продается различного рода крепления. Кстати, они у меня придут. Тоже заказаны для GoPro, но вроде как и подходят для этой камеры. Различные фитинги, они придут. Ладно, черт с ними, как говорится, с креплениями. Давайте лучше о камере. Как вы видите, не добраться, пока ее не вытащишь из корпуса, к зарядке, не добраться к USB-шному проводу и не добраться к карте памяти. То есть, для того, чтобы что-то там поменять или зарядить, ее надо вытаскивать из корпуса. Но это логично, корпус вроде бы как влагозащищенный. Вот таким вот образом открывается корпус. Вот стрелочкой нарисовано. Оттягиваем и открываем верхушечку. Так, вот так защелочка у нас открылась. Теперь должно открыться окошечко. Окошечко открылось. И непосредственно вот такой влагозащищенный корпус, как я понимаю, водонепроницаемый. И непосредственно вот такая вот камерка. Wi-Fi SGI 5000X. S-G-CAM. Вот так она выглядит. Я так понимаю, кнопочка Wi-Fi, кнопочка движения по меню. Сейчас мы включим ее, конечно же, проверим. Отверстие для карты и USB-входы. Ну и вот это вот отверстие для ремешка, я так понимаю. Кнопочка включения, индикатор какой-то и объектив. Объектив закрыт у нас пленочкой. Пленочку я, пожалуй, сниму. Нам пригодится, если мы все-таки поедем снимать. Так, кнопочка включения, она же кнопочка режима, кнопка записи, как я понимаю, индикатор. Ну, давайте давнем на кнопочку включения и посмотрим. Включилась камера. Кстати, очень легкая. Прям, я не знаю, в руках очень и очень легко. Настроено сразу 1800 Full HD 60p. Да, 60 кадров в секунду. Так, режим. Режим переключается. Так, ну давайте попробуем зайти в настройки и попробую найти. Меня-то интересует в первую очередь русский язык. Так, ну есть у нас несколько языков. Сейчас я надеюсь... О, да! Есть русский. Все, есть русский язык у нас. Это очень круто, ребята. Теперь мы можем посмотреть. Ну, смотрите, такая маленькая камерка вполне себе представляет нам много-много так. Давайте посмотрим, что она нам предлагает. Ну, вот отсюда начинаются настройки. Как-то странно они, конечно, переведены. Видео тихо. Интервал записи. Медленная запись. Это, видимо, таймлапс. Снимок в раз. Последовательное количество снимков, да? Длительное воздействие. Подводный режим. ТВ режим. Датчик движения. Режим автомобиля. Повтор. Повтор это, видимо, воспроизведение. Давайте зайдем в настройки. Итак, настройки нам позволяют выбрать. Разрешение видео. Ну, заскочим в разрешение видео. Да, 1080p, 2k, 4k. Пусть будет Full HD. Для начала. Цикл записи. Заскочим в цикл записи. 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Я так понимаю, это цикличная запись какая-то. FOV. Так. Заходим. Выключено-включено. VDR. Гиросенсор. Так. Вот он он, гиросенсор. Можно его выключить-включить. Запись звука. Выключено-включено. Громкость. Дата-время. Штампы даты-времени. Я так подозреваю. Выключено-включено. Дата-времени. Режим TV. NTSC. Пал. Режим сигнала. Пусть будет. Ну, пусть будет NTSC. Нам все равно для YouTube-а что лить. Информация на экране. Включено. Видеофайл формат. MP4. Битрейт можно выбрать. Средний, низкий, высокий. Давайте посмотрим, как снимает на высоком. Дабл файл. Понятия не имею. Что такое дублированный файл? Либо дублировать файл, либо перезаписывать. Power on record. Выключено-включено. Power это питание или сила во время записи. Разрешение фотографии. Ну, 12 Мп. Самая высокая, она больше не способна. Качество. Поставим высокая. Высокая резкость. Нормальная. Пусть будет. Контраст, подозреваю, тоже нормальный. Но и с Reduction. Подавление. Пусть будет высокое. Посмотрим, как снимает. Подавление шумов. Баланс белого. Пусть будут автоматические. Режимы цвета нормальный. Нам не надо ничего. ISO. ISO пусть будет автоматическое. Кстати, максимальное ISO 1600. Вообще, мне кажется, лучше снимать на соточки. Пусть будет авто. Экспозиция. Пусть будет тоже по нулям. RAV режим. Выключим. Distortion Correction. Пусть будет выключено. Это коррекция искажений. Госномер машины. Госномер машины вбивать не будем. Установка даты-время. Автоматическое выключение питания. Через 3 минуты выключится. Режим сохранения энергии. Звук сигнальных кнопок, на которые я нажимаю. Установка света. Или установить свет. Но опять же, к сожалению, я уже говорил, что в первый раз с экшен-камерами надо разбираться. Отключение экрана. Через 1 минуту выключит экран. Частота сети. Пусть будет 50 Гц. Я так понимаю. Так, поворот изображения. Выключим. Наложение лога. Нам не нужно. Язык. Имя Wi-Fi. Пароль Wi-Fi можно задать. Удаление форматирования. Сбросить настройки. Ну и посмотрим версия ПО. Модель SGI 5000X. Версия 1.4S. Апрель. 14 апреля 2016 года. Прошивочка. Фирма SG-CAM. Ну, в общем-то, вот так. Пробежались по настройкам. Камера пришла. Камера работает. Интересно, как снимается аккумулятор. Аккумулятор должен быть съемный. Ага. Отщелкивается крышечка. И вот здесь, вот у нас за язычок, я так понимаю, можно вытянуть вот такой аккумулятор. 3.7 Вольт. 900 мА в час. 3.3 Ватт в час. Что ж. С самой камерой пробежались быстро, как я уже сказал, по менюшкам. Посмотрели основные настройки. Сейчас пока еще светло. Пойду-ка я выскочу на улицу, покатаюсь где-нибудь на автомобильчике и посмотрим, как она снимает, на что она способна. Ну и снимать, я думаю, все-таки сейчас ее как-нибудь в кейсик обратно водрузить и попробовать снимать именно в кейсик и прикрепить в автомобиле. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok